Накануне у наших тюменских соседей весна резко взяла свое и чуть не унесла. В открытую реку несколько граждан, рискнувших пересечь ее по мосткам, положенным прямо на хрупкий лед, несмотря на угрозу ледохода. Полетел людей спасать. А там кто остался, хоть нет. Все вроде перешли. Субтитры сделал DimaTorzok По этой же тропинке, в то самое левобережье, в это время происходит весенний завоз. Точнее, занос на руках продуктов и лекарств в магазины и аптеки. И так до тех пор, пока ледоход это все не снесет, и пока вместо зимней автопереправы берега снова не свяжет паромная. И вот в воскресенье около шести вечера лед тронулся, мазки сорвало и понесло по Иртышу. В это время на них находилось два человека. Но дежуривший катер среагировал мгновенно. Далеко люди не уплыли и даже не замочились. Вон, видишь, на мостиках садятся. А как он? Ну вот на подушке подплыл, собирает их. А подожди, а как он это рассеялся-то? Ну, оторвало мостики, все, видишь. Не успели перейти на ту сторону. То есть еще раз уточним, ситуация совершенно штатная, не чрезвычайная. Так, близко к природе, но без моста через Иртыш, люди живут десятилетиями. И те, что шли в тот момент по пешей переправе, никакие не нарушители и не камикадзе. Просто в этом году именно им довелось стать последними, кто шагал в этом сезоне по этим мосткам, которые снова появятся здесь в конце ноября. Вскоре, примерно через неделю, людей и грузы с берега на берег здесь будет возить паром. Пока же либо традиционная самоизоляция на период ледохода, либо альтернативный маршрут с крюком через Тобольский железнодорожный мост.